книга рода андрей александрович свиридов родословие к человеку кон 14 верование смутного времени удавка для души в экстремизме и терроризме мужество храбрость честь и верность объявляются что в российской федерации сегодня что в странах нато силами духовничества добродетелями фашистского прошлого и русского анархизма от которых что солдат русской армии что солдат к примеру бундесфера немецкой армии должны отказаться солдат не должен отличаться от финансового инспектора собирающего налоги от судебного исполнителя изымающего задолженности и долги по решениям судов по замыкающим установкам сил мистической контр трансформации хороший храбрый немецкий солдат покорившись в 30-е годы 20 века почти всю европу дважды споткнулся в русском солдате в его стойческом мужестве в его преклонении перед родом и ладой и матерью славой русской божественной субстанции русской божественной субстанции духовной как раз у хорошего храброго немецкого солдата в нем и товариществе общности армии немецкой нации не было и нет и пока не предвидится а была и есть духовая имплантация духов бесов духовая имплантация духов бесов в сферах личности немецкого солдата и немецкой армии натовских солдат и нации ЕС Евросоюза основана на склейке души плюс духа равно в едино один конгломерат абракадабры все ветви верования христианства в своих проповедях и литургиях неукоснительно толкуют про бога в призме света конгломерата абракадабры концентрируемого буквами формулы зла в сферы личности и философии двухмерия жизни людей для изваяния духовой имплантации античеловека благообразно благоправдоподобно и благочинно комар почти носа не подточит и смутное время будет продолжаться в своих верованиях и в схемах движения мыслей людей смутная вера смутного времени будет продолжать отъем жизненных сил людей через формы психической и психологической энергии в зажатости двухмерной и одномерной риторики парадуховного слова происходит проявление фактов реальностей в интерпретации того или иного предмета матриц философии тогда становящихся философскими фактами таковы философские факты риторических пространств ограниченной схемы интеллект генеза философские факты в этом отношении составляют внутренние основания философской теории философская теория опираясь на философские факты приводя их к системе например парадуховного слова объясняет систему фактов исходя из выбранных матриц идеи жизни что внизу что наверху не факты сами по себе а знание суждения теории фактов и матриц вооружает людей миропониманием соединяющим масштабно и ограниченно социальную материю с биологической а также с божественной субстанцией в духовности с духовой имплантацией античеловека в духовничестве утверждает родословие к человеку зажатость ограниченность двухмерной и одномерной риторики схемы интеллект генеза производя отъем жизненных сил людей в пользу и в интересах кармических владык шамбал и сириуса бесов и гадов и уродов с помощью сил черной ложи структурирует в сферах личности этих людей иллюзии ощущения нехватки жизненных пространств как своих личных так и страновых территориальных трансцендентных и эзотерических и именно эти идущие ощущения в сознании интеллекта и ума людей становится для их сфер личности первичными фактами схеме движения мыслей и производимых надуманных проектных деяний усвоенные первичные факты ощущение нехватки жизненных пространств были закреплены в предмете философии философическими матрицами двухмерия материя первично сознание вторично сознание первично материя вторично потеряв при этом букву человека но приобретя формулу зла утратив родовой интегратор благодати буквы центра и целки в своем языковом мышлении данная конструкция духовой имплантации античеловека освоилась в риториках религий правоверии шаманизма а затем в риториках атеизма и информационизма так было внедрено смутное время с верованиями смутной веры и которые жаждут сохраняться и сохранится в разворачивающейся новой русской космической эпохи эре побуда в экстремизме и терроризме будоражащие риторические ощущения двухмерия в сферах личности людей вызывали и вызывают не только чувствование нехватки жизненных сил и пространств но и переиначивают благостные намерения людей в теории философских практиках в агрессивные мотивации расширения жизненных своих пространств и свежего притока психических психологических энергий за счет третьих методами и практиками экстремизма и терроризма вместо того чтобы очищаться и обновляться и вырабатывать потоки свежих обновленных психических психологических энергий в себе через себя и для других для этого очищения и обновления нужно лишь всего-навсего избавиться и избавляться от темной духовой имплантации конструкции античеловека в сферах личности своей вроде бы задача простая как ясный божий день однако однако что две тысячи лет тому назад что сегодня люди заброшенные в тенеты философии и богословия двухмерия по-прежнему взрослеют и умирают под ручку с темной духовой имплантации конструкции античеловека такие люди почти не боятся смерти личностной они ее просто не разумеют они боятся и страшатся смерти физической они боятся испускать свой темный дух который им представляется светлым подобные люди видят смысл смысл жизни смысл слова в судорожных накоплениях жизненных сил в погружениях в экстрим краткие экстремальные промежутки времени крайние производящие впрыск адреналина для поднятия физиологии тонуса организма но не делающие очищение обновления смысла слова в обучающейся системе интеллекта в анализаторской системе ума экстрим это краткий и кратный миг проявление личины античеловека экстрим краткая цивильная форма мелькания кратных масок экстремизма и терроризма и те и другие перекрывают освещение сфер личности благодатным светом души тем самым обновляют и расширяют формы верований смутного времени под стук и цоканье мелькающих копыт античеловека при этом если формы проявления экстремизма крайний взгляд и терроризма политика устрашения имеют маски и личины устрашения то формы масок и личин проявления экстремизма имеют самостный крайний платоядный образ удовольствия в качестве философских фактов объективной реальности объективная реальность социальной материи являет философские факты в буквенной одномерной размерности в буквенных двухмерных сферах в буквенных трехмерных пространствах времени при этом философское познание вне философское знание своем двухмерии исключает философские факты существования родовой божественной русской души и светлого духа живы жизни а значит в идее жизни наличие присутствия души отрицает иудаизм а также христианство установленным догматом о первородном грехе людей лжепостулатом троицы во имя отца сына и святого духа и другими риторика атеизма и информационизма отрицая объективную реальность бытования родовой божественной русской души и светлого духа живы жизни отрицает бытование бога рода иудаизм это экстра выверт внешний крайний выход философии двухмерия для обоснования противоборства с родом и ладой с млечным путем с родословием к человеку в полной абсолютизации схемы интеллект генеза ум за душой с использованием кошерных жертвоприношений кровавых то есть в крайности движения мысли упирающийся в экстремизм и терроризм так называемые священно еврейские тексты книг зогар каббалы торы каббалы 7 7 7 протоколы сионских мудрецов и других а также поясняющие комментарии цадиков и равинов к ним это все по родословию к человеку литература сил мрака зла и тьмы направляемая на извлечение мерцающих энергий крови страха и плотоядного удовольствия распаляющих разнообразные формы экстремизма и терроризма и усиливающих отъем психической психологической энергии в сообществах христиан и атеистов информационистов в качестве затягивающихся удавок у них на шеях то есть этих людей силы мистической контр трансформации обессиливают до состояния эмоциональной тупости в клетках родового изгнания взамен предлагая услуги психоаналитиков психотерапевтов верования смутного времени программы гедонизма развлечений удовольствий и экстрима экстремизма и терроризма чтобы эти обессиленные эмоционально люди не додумались о существовании состояния солнечных людей познающих родовую схему разума генеза ум за душой также в идеи жизни с затягивающимися удавками на шеях сегодня проживают немецкие солдаты немецкая нация натовские солдаты и нации евросоюза американский солдат и вся цивилизация иммигрантов они находясь как бы в середине философии верований двухмерия считают себя защищенными от тлетворного влияния непревносимого тлена иудаизмом еврейства и проектным присутствием кармических эзотерических конструкций античеловека владык шамбал и сириуса а также христианством и буддизмом атеизмом и информационизмом отвергающих солнечных людей в рассвете человека и родовую схему разума генеза ум за душой священные тексты библии нового завета мантры буддизма о восьми правильных путях атеизма и информационизма интегративной психологии философии двухмерия это все атрибутика философских фактов сил мистической контр трансформации вся эта смутная атрибутика используется в идущей четвертой необъявленной мировой войне четвертом штурме двадцатого века развязаны силами античеловека против носителя и хранителя солнечной схемы разума генеза против соборной светлой солнечной россии ислам это интровыверт внутрь крайний выход философии двухмерия нацеливает носителей на созерцание внутри себя света всевышнего но большинство мусульман исполняют внешнюю форму почитание света всевышнего для внутреннего созерцания просто не достает знаний родословия к человеку к которым не позволяет приближаться затягивающийся удавка на шеях также в виде формулы зла присутствующий в кармических текстах арабского письма в священных русских текстах родословия к человеку присутствует родовая матрица добра света ще равно д плюс че отсутствующие почему-то в других языках мира в платье в текстах треть группы если вы хотите увидеть то, что это этоniejsze то, что здесь такая бес 그랩ная رك оirl harmful рип анин арабским 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok